Идея организовать выставку, на которой будут представлены творческие работы сразу трех поколений одной семьи, пришла к заведующей Расторгуевской детской библиотекой. Татьяна Пономарева уже много лет лично знакома с каждым представителем талантливой династии. Это семья Инны Ефимовны Гримбаум, и ее дочка Аня, и внучка ее Иночка тоже. И вот все три женщины, они очень творческие личности, и вот их работы мы собрали сегодня и представляем для наших читателей. Оптимизму и жизнелюбию 87-летней Инны Ефимовны Гримбаум можно только позавидовать. Десять лет назад она освоила компьютер с одной лишь целью – обучиться с помощью интернета различным техникам лоскутного шитья. Первыми работами стали одеяло в стиле пэтчворк. Потом Инна Ефимовна увлеклась изготовлением игрушек, животных, символов года по восточному календарю. Стоит отметить, что все изделия сделаны вручную, без использования швейной машинки. Да, она начинает первый раз какую-то игрушку, но, наверное, она недели две все-таки с ней работает. Потом процесс упустряется, она понимает уже, как ей легче собрать эту выкройку. Хотя подготовка к Новому году у нее начинается уже летом, потому что она шьет очень много игрушек, хочется ей всем знакомым и родственникам это подарить. Поэтому где-то полгода у нас мастерская на Дед Морозе работает. Вслед за мамой увлеклась рукоделем и старшая дочь Анна. На выставке представлено несколько вязаных крючком игрушек ее работы. А вот младшая дочка Инны Ефимовны Марина далека от искусства, в отличие от своих творческих родственниц. Она покупает ткани, распечатывает выкройки. Также обеспечивает кисточками и красками свою дочку – молодую художницу Инну Новикову. Тематика у нее очень разнообразная по книгам. Вот здесь у нее есть картина по Пельевину, небольшая, большая картина, где танцующие в водопаде – это по Амару Хаяму. В этой семье любовь к искусству передается из поколения в поколение. А Инна Ефимовна Гримбаум своим примером доказывает, что возраст – не помеха для любых начинаний. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.